мы с вами стоим возле новых ворот эти ворота просто дыра в стене да именно потому что они новые они были пробиты в 1889 году чтобы постояльцы вот это вот французского монастыря и и гостиницы нотр-дам-де-франс чтобы они могли проходить сразу на территорию христианского квартала 60 лет назад сорок восьмом году пять дней после провозглашения независимости уже иорданский арабский легион пытается прорваться в еврейские кварталы одновременно с жестокими отчаянными боями за еврейский квартал которые идут внутри стен города защитники вот этого комплекса потому что здесь евреи успели захватить его чуть раньше чем арабы они взрывают вот это вот стену представьте себе что часть здания рухнула соответственно вся эта улица она завалена и что удается удается защитникам этого комплекса в неравном бою похожим на на бою в сталинграде арабский регион остановить и поэтому здесь в течение 19 лет проходила граница то есть там где мы сейчас стоим ряды колючей проволоки битый кирпич вот там на стене сидят иорданские легионеры вот там на крыше передовые посты армии обороны израиля но одновременно там же могут находиться и гражданские лица подниматься на крышу и поэтому в пятьдесят третьем году поэт ицхак шалев он пишет стихотворение для меня нотр-дам стал вершиной него видя место святое не достигну его видишь точки белеют на склоне горы это наши могилы них лежат мертвецы что пять лет уж никто не проведывал их не молитвы не камня на надгробьях родных и настолько все близко только руку поднять и до явских ворот и до шлемских достать и все так далеко будто был это сон только с крыши спустился и где же он лишь сжимаются пальцы до боли в костях только скрежет зубов тяжесть слез на глазах начали поиспользует сим он больше словом него него знаете что это что это вершина горы за иорданом где умирает моши наш учитель моши оттуда он видит территорию земли израиля но войти не может так вот говорит этот поэт ицхак шалев что крыша монастыря на нотр-дам для него стало как него просто еще немножко понять ситуацию разделенного города иногда анекдоты особенно реальные анекдоты они они рассказывают лучше всего один из реальных анекдотов которые здесь произошел здесь же находилась больница который обслуживали французские монахини обращаются к комиссии он который контролирует перемирие между между израилем и орданцами с просьбой какой просьбой у монахини которая здесь работает выпала вставная челюсть она в игры выгляну из окна зевнула его вставная челюсть хорошо спустись и подними но не тут то было здесь нейтральная полоса все кто кто здесь появляются иорданцы стреляют без предупреждения поэтому обращаются в комиссию оон комиссия он после принятия нужного решения посылает представителя в чине подполковника и вот сказать ни много ни мало три офицера здесь только один но в действительности это офицер оон иорданский офицер и израильский офицер вместе с монахи они ходят здесь ищут вставную челюсть и находят находит эту самую челюсть здесь вы всех трех офицеров и монахину и челюсть правда когда монахиня монахиня улыбается то видим что в действительности зубы у нее зубы есть то есть под история в этой истории что что через упала у израильтянки которая там лежала качестве пациентки на сказали израильтянка израильтян а иорданцы мы нашли повод почему почему не не допускать это поэтому сказали монахиня прозужинка чтобы иорданцы согласились